Привет всем зрителям моего канала в YouTube. Спасибо, что смотрите, что помогаете донатами, репостами и так далее. Отдельное спасибо тем, кто уже подписался на мой аккаунт на patreon.com и помогает мне регулярно делать мои программы и стримы. И, конечно, начать сегодня я хочу... Сегодня праздник души какой-то у нас с вами. Сегодня breaking news, как говорят в Америке. Глава палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, госпожа Нэнси Пелоси, сказала, что Трамп это слуга, прислуга, дословный перевод, слуга Путина. Да неужели, ребята, да вообще небо упало. Я об этом говорю, начиная еще с того момента, когда Трамп не был избран. А после того, как он был избран с помощью русских этих компаний, которые занимаются манипуляциями в Твиттере и так далее, и так далее, фабрик троллей, которые специально туда ездили в командировку, изучали ситуацию в колеблющихся штатах. Ну, в общем, сделали, избрали американцам Трампа. После этого, как бы я иначе, как слугой, прислугой и подчиненным Путина, господина Трампа не называл, не имея никаких на то разведок, там, каких-то данных, тайных и так далее. Достаточно было смотреть, как он уходит из Сирии, как он выполняет все поручки, не усиливает санкции, как он юлит перед Путином, заискивает перед Путиным, как он себя вообще в принципе ведет, как ведет себя только подчиненный, запуганный или купленный человек. Ну, я надеюсь, что расследование деятельности Трампа будет проведено, и я надеюсь, что он сядет в тюрьму по обвинению в государственной измене, потому что работа на другое государство называется изменой. Хотя там в Америке за это, кажется, даже стульчик есть электрический, тут они большой знаток уголовного права, но что-то есть, там, да, или 8 пожизненных, или хотя бы одно. Вот, но это было бы идеально, чтобы ни у кого в голову больше не входила такая мысль, как можно работать на Россию, являясь президентом Соединенных Штатов. Для меня это совершенно очевидно, и никогда не было никакой тайны, и я не понимаю, как этого можно было не замечать, это надо было только очень хотеть этого не замечать. Особенно я не понимаю, как этого могли и хотели не замечать люди, которые называют себя проукраинскими, как можно было быть за Трампа людям, которые уважают эту страну и поддерживают ее, поскольку Трамп открытый враг Украины, человек, который в нее только ноги что не вытирал, да, вот, и всячески принижал, и единственное, чем он интересовался, это компроматом на сына Байдена в Украине, больше ничем. В Украине лично господин Трамп не интересовался. Ну, короче, Трамп это уходящая натура, там будет много интересного, но я хочу поговорить не о Трампе сегодня. Сегодня у нас просто праздник построения, такой, знаете, общий сбор, такая дудочка русского мира в виде Трампа протрубила общий сбор всего русского мира по всей планете в одну кучку, на один, так сказать, плац перед вождем, перед фюрером. Все русские сплотились вокруг Трампа, вокруг борьбы за право Трампа разрушать Соединенные Штаты Америки, устраивать там бунты, даже не бунты, а спланированные нападения на органы власти, чего там 200 лет не было и так далее. То есть, это священное право и даже, наверное, обязанность Трампа разрушать Соединенные Штаты, оно было поддержано такими деятелями искусств, имитации оппозиции, как Навальный, как Ходорковский. Там на перегонки они говорили, что это цензура, вот, что Америка, так сказать, плохая страна, американцы тупые, наверное, в их понимании русском. Поэтому я не знаю ни одного, вот, пожалуй, кроме Гарри Каспарова, что ли, я не знаю ни одного, условно говоря, русскоязычного россиянина, где бы он не находился, в какой бы точке мира, хоть в Украине, хоть в Соединенных Штатах, которые не вступились бы за Трампа, за право Трампа разрушить Соединенные Штаты. Я считаю, это таким построением, как бы, когорты такой ФСБ, поскольку Трамп был заточен на то, чтобы уничтожить Америку, он делал это методично, и вот, как бы, они думали выборы выиграть, но не получилось. Мы поговорим об этом в завтрашнем стриме, на тему, почему не получилось у России все-таки расхерачить Соединенные Штаты. Я считаю, что огромную роль в этом сыграли американские СМИ. Вот, вообще, журналистика как таковая, по роли журналистики поговорим завтра, вот, но завтра это я имею в виду во вторник. Вот, короче говоря, смысл моих мыслей в следующем. Русский мир восстал просто как, не знаю, как ошпаренный, вытянулся во весь свой вот этот кургузый рост, в лаптях вылез из-под всех лавок, вот, встал такой, значит, сигарочку засмолил и давай топить за Трампа. С таким, с типичным, таким русскомирным перегарищем. И смешались кони-люди, смешались либералы, ультралибералы, смешались иммигранты, политэмигранты, всякие там, свободный Париж. И все как один за Трампа. И все как один выглядят полными, абсолютными идиотами, потому что они не знают американского законодательства. Они рассуждают о первой поправке, которой, не смысла которой, я ее наизусть знаю, они не знают ни смысла этой поправки. Они не знают ни ее многочисленных расширительных толкований, не знают ни прецедентов судебных, связанных с первой поправкой, которая гарантирует свободу слова. Они ничего этого не знают, но им этого ничего знать и не нужно. Потому что у них цель единая с Кремлем, ослабить Соединенные Штаты. Они могут недолюбливать Путина или считать, что они работают за какой-нибудь законспирированного будущего президента. Но их главная цель сохранить рейх. И они почувствовали, что с уходом Трампа у рейха будут проблемы. А проблемы будут серьезные. Такое вмешательство в США беспрецедентно. Такого никогда не было. И 100% займется этим. Спецслужбы американские займутся. И ответят там... Ну, главное, система будет вся вскрыта, уничтожена. То, о чем я говорил. Всегда манипуляции соцсетями. Захват гибридный разного рода институций. Покупка или запугивание шантаж чиновников и так далее. Я думаю, что всех за определенные места возьмут. И Флина, этого связника. Ну, кстати говоря, я даже не уверен, что между Трампом и Путиным есть связник. Я вполне допускаю, что у них есть прямая связь. Какая-либо, о которой мы не знаем. Но просто я, зная манеру Путина, что он никому не доверяет в таких вещах, он звонил Януковичу напрямую, например. И просто говорил ему, что делать. Даже был контрольный звонок в голову в Вильнюсе, когда Янукович не подписал евроинтеграцию. Все помнят, после чего Майдан начался. Это был прямой звонок в голову Путину. Я абсолютно не сомневаюсь, что Путин... Ну, может, кстати, может, это не его уровень уже. Может, там какие-то начальники отделов уже такими агентами управляют, как президент Соединенных Штатов. Но, скорее всего, лично Владимир Путин на связи с ним. И он лично ему все это советует. Иди, призывай штурмовать Конгресс, призывай это. Ну, получится, не получится, а что-нибудь намутим в итоге. Ну, намутить не удалось. Погибло несколько человек. Мне абсолютно, извините, от сердца, говорю, по барабану, что там делали эти протестующие, как они погибли. Мне очень жалко полицейского. Судя по всему, прекрасного человека, который 15 лет отработал в Конгрессе Соединенных Штатов в отделе полиции Конгресса на Капитолии. И, конечно, он никогда не думал, что в его стороне какое-то рыжее чмо призовет каких-то просто... Я прошу прощения за это вражение. Выблитков каких-то, то есть, не знаю, рожденных от древесного дупла просто каких-то буратин разряженных, прийти туда. И я думаю, что если вечная память этому человеку, это ужасно, конечно, просто ужасно. Человек, ну, это просто убийца настоящая. Это гопота, это заряженные русским миром, там полно русских. Мы слышали крики «Смелей, смелей!», когда «Бей стекла!» и так далее. Когда вся эта толпа пошла. Мы знаем, что там русскоязычные принимали участие. Один из... украинский ватник, ну, ватник, понятно, русскомирный ватник, там оказался и ватницы какие-то, там из штата Орегон, которые даже в английском языком не владеют, потребовали переводчика и так далее. Это персонально кто замешан. А кто руководил этим, у меня никаких сомнений нет. Ни малейших сомнений нет. Как, собственно говоря, у меня нет ни малейших сомнений, что Соединенные Штаты участвуют в определенном смысле, вернее, Российский Рейх участвует в определенном смысле и в движении БЛМ. Это их тактика такая. Они всяких крайних, всяких чокнутых, и справа, и слева, в разных странах поддерживают. Их цель, чтобы в Америке была бийка, чтобы эту страну расхерачить просто. Это единственная цель. Она полностью совпадает с целью всех русских, на 99,99% русских эмигрантов, либералов и так далее. Навальный стал фронтменом защиты Трампа. Хотя защитить его невозможно. Можно только дерьмом измазаться. Но они не боятся измазаться дерьмом, потому что они работают на свою аудиторию, на российскую. А российская аудитория, понятно, аудитория-то основная в Кремле сидит, всех, всего этого дешевого театра. Аудитория понимает, что, в общем, да, ну, наверное, плохо будет. И, наверное, как-то надо защищаться. Как они умеют защищаться? Они врут постоянно. Навальный лжет про свободу слова, Ходорковский лжет про свободу слов. Далее по списку берете алфавитный перечень всех этих русских оппозиционеров, телеканалов, всех этих, кстати, американских СМИ по радио Свободы, где они дебатируют, надо было ли Трампа отключать, там, обложки рисуют всякие там в интернете. Я вот даже открывать не буду. Я не сомневаюсь, что они, многие сотрудники русские, я имею в виду сотрудники американских государственных СМИ, у них гос. СМИ только навне работают. Они представляют точку зрения правительства Соединенных Штатов. Но так и говорится. Внутри Америки нет государственных СМИ. Так вот, русские сотрудники этих СМИ, естественно, за Трампа, но душа лежит, ведь как это так, Америка, в которой я живу или на которой я работаю, не разрушена. Это они безобразие. А как это так? А вдруг Россия тогда рухнет? Где моя родина? Где березки? Из какого полена я выпилен там? Короче говоря, все что тайно стало явным, все мои слова о том, что русский мир един, оправдываются. Нет там никакого, по сути дела, раскола. Раскол только, ну, буквально единицы действительно реально видят мир и действительно хотят избавить мир от русской империи. А остальные в разный способ хотят просто ее сохранить. Ну, перекрасить там где-то, значит, приодеть этого медведя, значит, чтобы как-то он выглядел по-другому. Да, привести к власти нового, молодого, фюрера здорового. Ну, это тоже здоровый, кстати говоря, нынешний. Это все ложь про его болезни. Ну, вы знаете, прекрасно я много раз об этом говорил. Не верьте тем, кто говорит, что Путин умрет. Вот, Путин жив, русский рейх жив в головах, в головах у миллионов людей, русскоязычных, у десятков миллионов, может быть, даже у сотен миллионов. А главное, он жив в сознании тех, кто олицетворяет себя в принципе с этим, с этой страной. То есть, если ты считаешь себя россиянином, русским, то все, это уже состояние, которое вынуждает тебя объединяться с путинскими. То есть, все вместе. Навальновские, путинские, все за Трампа. Соловьев, там, Скобеева, там, все, они все-все за Трампа. То есть, они настолько тупые, что они даже не понимают, что эта страница перевернута. Что-то все разговоры в пользу, я надеюсь, что президент Соединенных Штатов, В.Байден, не будет звать этого недоотравленного русскомирного бойца, этого плохо залегендированного нового фюрера на свой прием в честь инаугурации. Он совершенно этого не заслуживает. То есть, сначала прочитает законодательство Соединенных Штатов, а потом рассуждает про свободу слова, про цензуру. Они даже определение цензуры не знают. Я им ничего знать не обязательно. Они работают на своих обезьян. Для своего леса они вот этим непонятным обезьянным криком сообщают какие-то мысли. И вы заметите, что ни в какой англоязычной аудитории таких споров нет. Потому что, ну, потому что потому. Потому что они увидели, что человек призывает к массовым, к незаконным действиям. И тут никакая первая поправка не защищает. А Twitter вообще частная компания, как и все остальные соцсети. Поэтому всемирный заговор, заговор соцсетей. Все мы это слышим, ржем потихонечку и наблюдаем за тем, как вскрываются новые и новые эти фурункалы русского мира, разбросанные по всему миру. Как их объединяет общая идея о том, что Америки не должно существовать, и что обязательно Трампа нужно, так сказать, всячески поддерживать, чтобы дальше он мог, чтобы, не дай бог, он импичмент не получил, чтобы дальше он мог участвовать в разрушении Соединенных Штатов. Но, как мне кажется, там можно говорить долго о том, какие сценарии могут быть, в том числе негативные, связанные с приходом власти демократической партии. Но не в этом ролике. В этом достаточно. Русский мир весь скрылся. Он омерзительно прекрасен в своей ноготе, в своей вот этой поддержанной, бушной, в наколках, фейсбешных ноготе. Прекрасные люди. Я в восторге от того, насколько они глупы. Спасибо вам еще раз за то, что вы делаете. За то, что поддерживаете меня лайками, репостами, донатами. Особенное спасибо тем, кто подписался уже на меня, на Патреоне, на постоянную поддержку моей работы. Это самое такое, ну, мне считаю, правильное решение. Помогать постоянно, осознанно. И, ну, вместе мы, конечно, однозначно победим. И русский рейд будет разрушен. Тут вариантов никаких нет. обезьяны эти будут сидеть по веткам, по своим, и жрать свои бананы, а не загаживать мозги нормальным людям. Всего доброго. Всего доброго в новом году. Субтитры сделал DimaTorzok